такой момент стрима пришлось запустить мы в путешествии с объектами ну а еще друзья хочу вам сказать почему такое необычное оружие кс 500 нового поколения стало замечено в черноморье да алекс про почему оно там стало находиться это тайна друзья о том которым никто вам не сказать кстати давайте подключайтесь ставьте лайк самое интересное ну и подписывайтесь потому что наши интересные стримы они всегда интересные но то что вообще в последнее время мы стало море обстоятель что мы можем про это рассказать но это тайна правильно и про то что происходит там друзья вообще никто не говорит точек военных учреждений которые нас просто напросто не впускали и тут мы увидели нечто необычное военную базу которая располагается так как будто это обыкновенный знам напросто так не попасть без всяких там пропусков и если ты машину даже оставишь то у тебя будут проблемы но это друзья было только начало о том что мы там видели оказывается там три установки было с 500 а еще друзья а на этой военной базе мы увидели по московскому времени взлетают какие то странные огни мы подумали что это какой то наверное вертолет правильно алекс но когда мы увидели что это никакой не вертолет друзья а настоящая секретно скорее всего вооружение которое было переброшено я знаю кстати друзья поставьте лайк потому что момент вот тут происходит очень интересное эти базы которые называют так же там были но что самое интересное про это место кстати никто не говорит с местными же и начали говорить о том что там друзья происходит на этой военной базе а именно то что там друзья готовится новое секретное оружие уже я честно был шокирован когда это я узнал но на самом деле это даже страшно было подумать на побережье черного моря еще есть военный который там друзья находился не про у нас в любое время друзья когда прервется стрим делайте обязательно да и что на самом деле интересно на этом было моменте военная база корабль и много военных просто уйма военных с автоматами вообще говорить о том что это были военные это очень даже странно частные военные действия да у них были маскированные спрятанные нашивки это очень было интересно даже для нас но местные жители поведали что они могут даже без предупреждения застрелить так или это не так друзья но я уверен что секретное место оно и должно быть по факту секретно чтобы никто там не находился ну или никто бы не знал имея такую как говорится частную военную ну как компанию вот этих военных которые охраняют что-то нечто удивительное то ты прекрасно понимаешь что для них ну наверное первое это выполнение приказа ну а дальше друзья там застрелят и пофиг ищи да все правильно но в плане того что там происходило дальше во первых мы видели около 16 наверное вертолетов ми-8 которые на протяжении целого дня приземлялись туда и вот вы не поверите но множество очевидцев которые также с нами были а именно очевидцы да много людей просто пропадало по факту там даже туристы которые ходят их местные предупреждают не стоит суваться не стоит суваться да был один из москвы говорит молодой парнишка 24 года сунулся его играли целые полгода нашли обычно оглоданное тело кто-то говорит что это медведи съели дикие животные кто-то говорит это военные так все подстроили говорят он залез не туда куда надо да во первых там располагается такой интересный момент забор просто обыкновенный забор не железно-осеточный дальше идет бетонный забор ну кто наверное видел в советском союзе такие бетонные такие квадратные заборы были и что дальше происходит друзья это просто жесть поля а потом появляют вышки а за вышками находится еще забор датчики движения и много каких-то странных построек вообще даже было странно смотреть о том что это даже военная база люди не верят а вы зря не верите друзья то что происходящее там сейчас вам рассказывает то по факту это так реалистично и это правда вы сами подумайте то что мы для вас показываем многие люди бы в афиге были в ахере были о происходящем а местные жители сами боятся суваться в это место потому что для них это как-то знаете уже нормально но они предупреждают иногда есть таблички будьте аккуратнее будьте осторожнее место опасное и так далее и гибнут друзья бывают тачками но про это никто не говорит потому что все пытаются скрыть а человеческая говорится жизнь вы сами знаете ничего в нашем сейчас мире не строят многие конечно скажут да это не так я вам реально говорю происходящее обычный парень я вам говорю пропал полгода искали и вот тут нашли его кости ну как такое может быть а телефон был друзья выключен когда его включили он был полностью заряжен ну зачем выключать телефон тем более ты в походе ну с логики где я не вижу и вот таких как говорится ситуации очень много сами местные рассказывают как бабушка общалась со своим как говорится внуком он говорит в этих местах таится опасность аккуратней будь внучок не поверил ушел до сих пор найти не могут все пропал да вообще даже представить о том что с ним могло произойти скорее всего это было целенаправленно знаете как вам сказать скрыть удивительные открытия которые этот парень наверное открыл помимо того что там военные там еще были друзья еще по основные местные жители которые там жили и вот в таком моменте они часто задавали вопрос когда мы в первый раз туда приехали они начали задавать именно вот мы в магазине были а цель вашего этого приезда что вы здесь хотите да просто стоим в магазине подходят какие-то полицейские приявите документы посмотрели вы не местные мы говорим да что вы тут забыли мы туристы туристы и для чего в эти места показали туда туда не ходите мы говорим в этом месте это место для вас лучше не ходить это опасная зона я говорю чем опасно они смеются друг на друга пересматриваются и говорят это опасно что вам непонятно сунетесь проверить офигеете да но самое интересное это то когда мы начали видеть какие-то огромные ракетные установки вообще было интересно да мы видели друзья еще очень огромный такой радар который вот именно в этот момент начинал проявляться именно радар тогда мы стали понимать о том что радары просто так не ставят скорее всего какие-то установки ракетные или что-то еще наподобие и вот тут нам было интересно как может этот радар просто находиться на военной базе это ж не морфлот или еще что-то а оказалось о том что это друзья военная ракетная установка почему в этом месте мы также находили новое можно сказать строительство этого можно сказать военного структурной базы который находилась именно на военном военном да тут понимаете друзья все было было бы нормально по факту было бы все нормально если военные бы не устанавливали какие-то непонятные эти заборы также были установлены датчики как он правильно говорит движение или как их называть я не знаю ну короче собак пипец там лай мы слышали как будто там целый табун собачий но мы поняли что там скорее всего огромное количество военные или как их назвать частная компания не военные это решать вам но они были в масках в темном одеты без нашивок нет где-то там было как скелеты нарисованы не знаю череп что это за группа фиг его знает но надо быть осторожным в этом плане поэтому мы в некоторых местах сидели ждали пока пройдут возле речки потому что они часто ходили возле речки не побережья черного моря и в плане того что правильно ты говоришь и вот один случай тоже там нам рассказали охотник просто пытался там ну поохотиться на дичи какой-то да вроде рассказывали нам жители тоже там местные его застрелили эти можно сказать частники а сделали вид как будто он по пьяни себе да да представляете две две дырки оказалось ружья два раза себе в голову вот именно скажите мне и в одном месте и в одном месте нашли от автомата АК-47 то есть пулю представляете ну пулю гильзы гильзы там не было у него и вот тут вопрос как он мог два раза себе выстрелить это то же самое сказать два сразу ножевых ранения да я просто не помню я это спотыкнулся вот себе на фигач да это бред они все придумывают там да это чтобы скрыть силы следы и кстати его отвезли в другом место выкинули и скорее всего где-то две недели да и стали да спалились там валялось короче это это паёк военный да 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 и вот тут момент истины происходит друзья страшный никогда не делайте тот момент который вас просто-напросто будут знаете вот вот как нас нас остановили сперва полицейские потом начали военные и даже местные жители допрашивали в действия наших вообще для чего мы здесь находились и вот тут очень вопрос страшный никогда не не будьте в том месте где знаете что там есть угроза да есть множество людей которые верят в другую историю но ух ты блин офигеть сейчас тут такое что было друзья просто жесть просто мы не раскрываем тайны мы наоборот пытаемся их раскрыть друзья в другую сторону показать реальность рассказать а множество таких очевидцев которые верят в другую сторону скажут что такого не может быть но я не хочу вас напугать правильно Олег запомни запомни смотрите перед этим приездом мы разговаривали с одной бабушкой которая жила там около десяти лет ей восемьдесят пять лет она рассказала бабушка они были ровесниками дедушка умер двадцать лет назад умер трагическая ситуация непонятно как и почему было такое дело он был охотник заявным охотником отправился в лес с друзьями охотиться все нормально охотники вы знаете и вдруг как бабушка рассказывает от друга дедушки который был там появление что-то большого необычного фигурально похоже на объект НЛО и дед в него стрельнул или от страха или от непонятия и потом потом друг видит дедушка падает намерт какой-то звон в ушах у друга они ронят об об оружии и дедушка падает намертво все и они были сильными и вдруг умирая сказку каждую ночь кто-то появлялся у них дома непонятные странные следы страсть сходила что это туда не было просто ужас она не могла деться никуда ей пришлось продать она заканчивает и так далее когда вы видите да мы друзья сейчас да самое главное друзья если не ленитесь ставьте лайк потому что извините за качество видео потому что у нас идет стрим и вот мы в дороге друзья посмотрите сейчас едем нам надо быстро 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 с этого места уехать потому что друзья у нас по времени все очень серьезно и люди которые нам пишут друзья очень не понимают вообще исход событий у нас видите просто мы сейчас летим но мы пытаемся показать много чего интересного сейчас мы едем с одной точки на другую чтобы вам друзья показать скорее всего военную базу в другом месте это недалеко от побережья опять же черного моря туда мы не сможем доехать уже на машине нам придется на велосипеде ехать мы взяли вон велосипед два велосипеда один в багажнике другой здесь и мы сейчас будем пробираться через горы через кавказские горы друзья покажем вам военную базу которая располагается именно в том месте где люди просто-напросто боятся говорить о том месте где последние там лет десять блин происходят страшные события какие-то страшные объекты приземляются вертолеты военные и множество страшные страшные действия нет друзья мы никого не пугаем мы просто пытаемся донести до вас эту интересную можно сказать новость просто если вам температура я смотрю упала до минус пяти очень удивительно сейчас у нас минус пять температура на побережье Черного моря я не буду говорить координаты где именно находимся мы потом раскроем тайну если все будет хорошо мы раскроем но то что мы сейчас будем дальше друзья показывать я надеюсь будет очень интересно потому что моменты которые скрывают от нас даже те же военные чиновники и люди которые имеют больше данных чем мы да и власть имеет больше да и мы просто показываем только поверхность друзья мы не можем просто зайти вот прям на военную базу туда показать мы можем только как вам сказать поверхность тех действий которые скрывают реально от нас мы можем просто зайти как-то в тайно уголок и показать друзья реальность того что скрывается да друзья если вам не тяжело просто поставьте колокольчик кстати потому что стримы наши сейчас будут выходить внезапно я никого друзья не заставляю поверить но то что мы снимаем стримах и вот мы сейчас в путешествии я вам говорил это реально страшно что мы видели и мы видели не просто вот такую картину а мы будем пробираться через вот давайте 100 лайков наберем я думаю получится сейчас у вас да друзья давайте поставьте просто ну а то что мы вот реально вам показываем я думаю будет дальше интересно правильно алекс ты сказал вот эти необычные действия которые от нас военные скрывают я думаю это вот какая то это начало новой эпохи жизни нашей мы будем стараться что-то изменить что-то сделать друзья потому что сейчас стоит задача показать вам на самом деле что скрывают блин эти власти да они скрывают в открытую я не спорю и это друзья уже происходит прямо здесь и уже при въезде в эти места нам рассказывали стоят блокпосты для чего зачем а я вам расскажу сейчас для чего для того чтобы от людей спрятать всю реальную информацию говорят кто-то эксперименты там над людьми проводят поэтому там такая фишка друзья кто-то говорит что обычных бедных бомжей вот этих людей детей даже иногда я слышал не знаю так ли это не так ли друзья звучит конечно из фантастических какого-то фильма извините это наша сейчас жизнь это происходящее скорее всего так и есть потому что нам никто не покажет кроме мы с вами сядем вот как мы сейчас это сделали и поехали чтобы вы знали по факту что в этом месте а потом это место мы проинформируем вам обязательно в геолокации но вы должны сами понимать мы боимся за своей жизни как любой как обычный нормальный человек может всякое произойти они увидят посмотрят ну блин друзья вы знаете как власти работает здесь я без комментариев давайте еще 40 30 лайков друзья давайте до сотни и вот вообще шок шикарно друзья у нас времени так мало мы пытаемся мы сейчас летим мы очень быстро летим друзья у нас скорость то 140 то 120 то 60 сейчас потому что блин лежачий полицейский нам надо быстро успеть давайте 30 лайков да осталось 30 лайков до сотки не поленитесь поставьте нет но на самом деле алекс ты правильно говоришь вот эта вся закрытая информация которая от нас скрывают военные я не думаю что они будут держать это в себе очень долго но я понимаю что кто то даже есть продажный сам расскажет потом ради там каких то денежных средств но наша ситуация совсем другая друзья поверхность мы сейчас показываем но потом мы глубже будем углубляться в ситуацию реальности тех военных которые вот эту военную технику скрывают это именно ту технологию которая наверное мы скоро это увидим через кавказские горы будем пересекать границу ту которая будет очень интересно для нас друзья а особенно будет для вас поэтому вы просто смотрите нас поддерживаете самые интересные видеосюжеты будут именно по стриму я буду показывать алекс будет показывать но где сеть у нас не будет ловить мы не сможем вам показать поэтому мы будем снимать именно по через видеосюжеты друзья ну а самое интересное друзья видео конечно будет обязательно прокомментируйте как вы думаете в каком месте будет зайдете после стрима обязательно скажите свое мнение и может кто угадает там может какой то артефакт найдем по факту это будет не но мы не первый раз мы находили пещеры друзья тайные огромные пещеры которые там но скорее всего мы еще и покажем вам много чего интересного да конечно конечно так что друзья ставим лайки осталось там двадцать один лайк друзья и все ну а сегодня мы сейчас мы уже будем езжать такое место в туннель сразу говорю сеть пропадет поэтому я думаю на 1-3 будем заканчивать но друзья прокомментируйте блин я уже подсказку дал туннель да мы сейчас в туннель сейчас заезжаем сейчас будет темнота давайте друзья